Но они пали жертвой коррупции. Они стали ценить деньги больше, чем свобода слова. А деньги предлагает Кремль. И таким образом он коррумпировал большую часть журналистов страны. Ответ очень прост. Мечта о сладкой жизни оказалась гораздо сильнее и осязаемее, чем мечта о свободе. Вот почему рухнула независимая журналистика. Не потому, что кто-то гнал ее в ГУЛАГ, или каждый день по пять раз звонили какие-то кремлевские охранники, и перемежая матерком свои угрозы требовали чего-то. Нет, просто сладкую жизнь дал Кремль им. И классическая ситуация, например, вербовка Путиным видного журналиста НТВ. Таких было несколько. Вот приходит этот видный журналист НТВ в 2001 году, когда вы помните весь этот скандал вокруг НТВ. Не забудем, не простим. НТВ умирает, но не сдается. И вдруг неожиданно один за другим ведущий журналист НТВ начинает переходить на сторону Путина. А вы помните этот эпизод. Не все, конечно, но многие. Как это было примерно? Это было так. Приходит видный журналист. К Владимиру Владимировичу в кабинет. И Владимир Владимирович ему говорит. Старик, ты, наверное, думаешь, что я какой-то ужасный чекистский неосоветский ястреб, который пришел тут уничтожить все живое и возродить Советский Союз. Это нифига подобного. Я такой же, как ты. Вот ты любишь дорогой костюм за 2000 долларов, и я его люблю. Ты любишь лазорный берег и хочешь иметь там дом, и я хочу того же самого. Просто я вынужден изображать из себя этого советского ястреба, чтобы это быдло, именуемое русским народом, за меня голосовало. Оно иначе не проголосует. И ничего здесь не будет вокруг. Какую свободу слова ты говоришь? Ты работал не на свободу слова, а на Гусинского. Ты разве мог критиковать Гусинского на своем канале? На того не мог. И когда Гусинский тебе говорил не ругать Газпром, ты его не ругал. А когда Гусинский говорил ругать Газпром, ты его ругал. Но никогда ты не поступал наоборот. Так вот теперь твой Гусинский я, Владимир Владимирович Путин. Ты будешь делать то же самое, что при Гусинском, только я иногда тебе буду говорить, кого ругать, а кого не ругать. А получать ты будешь даже больше. Но красивую жизнь тебе отдам я. Зачем тебе Гусинский? Ты никогда не работал на свободу слова, не будешь на нее работать. Сегодня я твой Гусинский, завтра я уйду. Мне на смену придут другие люди, они будут твоими Гусинскими. и это поддействовано очень многих вдруг все неожиданно увидели что путин это ключ к сладкой жизни а вовсе не ужасный тоталитарный тиран сметающийся живое на своем пути и выяснил что свободу слова никто и не хотел все хотели сладкой жизни а свобода слова так бурно расцветший открывшись в конце 50-х была только ключом к этой сладкой жизни было способом ее познать но потом как познание закончилось и когда уже нужны были материальные плоды и доказательства сладкой жизни сама до слова слова захлопнула за ненадобность потому что свобода это одно буржуазное удовольствие другое и свобода к сожалению это не буржуазное удовольствие это удовольствие требующее стояние на холодном ветру истории на котором можно легко простудиться